Камеры видеонаблюдения будут фиксировать всё происходящее на избирательных участках на Камчатке. Голосование за депутатов Госдумы, Заксобрания полуострова и органы местного самоуправления пройдёт с 17 по 19 сентября. Всего в России за честность выборов будут следить более 100 тысяч камер. Эта цифра в два с половиной раза больше, чем на предыдущих выборах. На участках будут установлены по 2-3 камеры, что даст прозрачность, объективность и честность проведения выборной кампании. Наблюдение, конечно же, будет вестись все три дня голосования, не один день, как это было раньше, и, естественно, будет проходить уже в круглосуточном режиме видеонаблюдения. Также камеры будут установлены на всех участках и будут помогать выявить инциденты или ситуации, которые недопустимы при проведении процедуры голосования на избирательных участках. Татьяна Скуматова отметила, что залогом легитимности выборов является политическая конкуренция, общественный контроль и доверие людей к избирательной системе. Одна из важнейших задач независимых наблюдателей – это дать объективную картину того, как происходят выборы, как они проходят на разных этапах и в различных регионах и непосредственно на Камчатском крае. Трансляция с участков будет идти все три дня голосования и две ночи. При этом съемка будет непрерывной, а запись камер видеонаблюдения будет храниться в течение года. Если что-то происходит на участке, какие-либо нарушения и так далее, естественно, если здесь присутствуют люди, то они могут обратиться к наблюдателям за выборами. Все их будут видеть, потому что они будут тоже находиться непосредственно там и могут обратиться к наблюдателям и потом поднять видеозаписи. Объектами круглосуточного видеонаблюдения на участках будут места, где идет работа со списками избирателей, места выдачи бюллетеней, стационарные переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней, сейфы для хранения документации, а также места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова